В террасполе на Балке заканчивают ремонт детсада Ивушка. Это будет еще один детский сад с комфортными условиями для детей и воспитателей. Подробности в сюжете Ирины Руснак. Статус самого старого детского сада на Балке у Ивушки сейчас явно не соответствует внешнему виду. Уже несколько месяцев каждое утро вместо детей сюда приходят бригады строителей. Садик попал в программу капвложений и теперь здесь делают даже больше, чем планировали. Первоначально мы планировали, исходя из средств, которые выделялись, частичный ремонт. В процессе того, как проводились демонтажные работы, было принято решение по аналогии с Рябинушкой, привести его в полное соответствие. Поэтому капитальный ремонт происходит как всего здания, всех систем. Это электрики, водоснабжение, теплоснабжение, пожарные сигнализации. Работы идут внутри и снаружи. В группах поменяли полы, покрасили стены. Вот так они выглядят после ремонта. Спальня, игровая раздевалка, везде разные цвета. В коридорах, в прачечной и в пищеблоке новые окна. Коммуникация – это была самая большая проблема сада – тоже поменяли. На улице решили сделать еще павильоны. Понятно было, что в композиции с новым зданием, с новым фасадом и с новым благоустройством павильоны были, они и так были неприглядного вида, а стали они выделяться. Поэтому было решение искать дополнительные средства и отремонтировать их тоже полностью, как крышу, так и сами павильоны. До ремонта садик посещали 140 малышей. На время работы детей распределили по другим садам. На деньги фонда КАП вложений в Террасполе заканчивают еще вторую коррекционную школу. Там также, как и в Ивушки, решили сделать все капитально. Экономически обосновано то, что зайдя один раз и сделав капитальный объект, мы в него какое-то время не возвращаемся. Поэтому или вкладывать каждый год по крупице, скажем так, и каждый год в этот объект возвращаться. Поэтому в Террасполе такой подход у нас. В этом году на ремонт садиков и школ Террасполе решил направить еще и городские деньги. Где-то делают фасад и благоустраивают территорию, где-то меняют оборудование пищеблоков. Всего в списке порядка 20 детсадов и школ. Работы везде практически закончены. Ну а вывушки сейчас тоже подходят к финальному этапу. Вернуться в этот садик малыши должны до конца осени.